Уважаемый Геннадий Андреевич, уважаемые участники Пленума, я рад приветствовать вас от имени Иркутской области. Сегодня я не просто доложу о состоянии дел в нашем регионе, но мое выступление будет посвящено тому, как мы в настоящее время претворяем идеи государственного планирования в жизнь. В течение всего постсоветского периода плановый подход постоянно критиковался. Экономику сразу отдали на произвол рынка, социальную сферу также постепенно переводили на рыночные рельсы со всеми вытекающими последствиями. Однако достаточно быстро стало ясно, что существование в свободном плавании невозможно. В управлении социально-экономическими процессами как минимум необходимо заниматься целеполаганием, согласованием хозяйственных решений, координацией действия между ведомствами. Уже в 1995 году социально-экономическая ситуация побудила руководство страны принять федеральный закон о государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития. В нем, конечно, содержались только общие основы, системы организации, разработки прогнозов, программ. Ну и, как часто бывает, практическое применение этого закона сопровождалось трудностями. Прямо скажем, руководство страны тогда было настроено не на плановый лад. Однако сам факт принятия этого закона показывает постоянную актуальность идеи государственного планирования. Я не буду пересказывать всю историю вопроса. Вы знаете, в последующие годы в государственном управлении постоянно использовались понятия прогноза, стратегии, программы. И, наконец, в 2014 году был принят закон о стратегическом планировании номер 172, за который наша фракция боролась несколько лет. Все мы являемся свидетелями проблем с его реализацией, однако и сам закон, принятые в рамках обеспечения нормативно-правовые акты, возвращают нас к практической полезности планирования. Мы в Иркутской области приняли решение не подходить к этому вопросу формально, не заниматься написанием стратегии для галочки, а разработать в рамках действующего законодательства реальный государственный план для нашего региона. В результате получился стратегический документ на пять лет Государственный план социально-экономического развития Иркутской области, который начал действовать с 1 января этого года. Пятилетний срок Госплана мы выбрали, поскольку это реалистичный среднесрочный период планирования, отвечающий запросам граждан, предприятий, административного аппарата. Всем этим звеньям народного хозяйства удобно планировать свою деятельность именно на пять лет. К слову сказать, осенью прошлого года в Иркутске состоялась международная конференция, на которой присутствовали эксперты из Китая, Индии, Канады, Великобритании, Австрии, и они с интересом и одобрением отнеслись к реализации идеи государственного планирования в нашем регионе. При подготовке к работе над государственным планом мы ориентировались прежде всего на опыт нашей страны и на деятельность Госплана СССР, на базе разработок которого была создана подавляющая часть национального богатства современной России. При этом опыт планирования в Советском Союзе очень полезен для возрождения в России на новой основе, и в Советском Союзе была создана широчайшая научная база и разработана методология формирования планов. Когда наша команда победила на выборах в 2015 году, в регионе была накоплена масса проблем. К тому же в этот период страна вошла в стадию очередного экономического кризиса, и мы поставили перед собой задачу максимального использования внутреннего потенциала Иркутской области. Вот здесь сидит Ольга Николаевна Носенко, заместитель председателя законодательного собрания. Она хорошо помнит, как я получил область с дыркой, 5-миллиардной дыркой в бюджете, и всего доходная часть составляла 97 миллиардов. Сегодня 170, и сегодня наши коллеги из Единой России стремятся делить эти дополнительные доходы, забывая, как они гробили Иркутскую область еще несколько лет назад. Чтобы реализовывать на практике, нам нужно было внедрять новые принципы управления экономикой региона, которые основываются на планировании ее развития. Мы опирались на модель государства развития. Она предполагает усиление роли государства в экономическом регулировании, и в рамках этой модели государство выступает в роли стратега, которое занимается комплексным планированием развития всех отраслей народного хозяйства или регулятора основных экономических процессов. Таким образом, мы подошли к государственному планированию, категорически отказавшись от неэффективного реактивного управления экономикой, когда действия предпринимаются только в ответ на очередной вызов. Непосредственная работа над текстом госплана была начата летом прошлого года, и к концу года уже был методически готов. 31 декабря прошлого года мною первый вариант был утвержден, и сейчас идет работа по его приземлению на каждый поселок Иркутской области. Содержательно госплан целен на три вектора роста, три стратегически связанные между собой цели – рост экономики, рост бюджета и рост уровня жизни. Чтобы проиллюстрировать конкретное содержание госплана, я остановлюсь на некоторых показателях, запланированных в мероприятиях. Одновременно дам отчет о том, что уже удалось достичь в Иркутской области. Мы взяли ориентир на повышение качества управления с помощью модели государства развития и внедрения элементов государственного планирования. Так вот, ежегодно растет валовый региональный продукт Иркутской области. В 2017 году он составлял 1 триллион 169 миллиардов, в прошлом году уже более 1 триллиона 242 миллиардов рублей. Прирост ВРП за последнее время растет по 4,6% в год. И на ближайшие пять лет мы закладываем такой же постоянный рост валового регионального продукта. Должен вас проинформировать, что у нас в стране затверждены шесть крупнейших в Российской Федерации инвестиционных проектов. Три из них в Иркутской области. Госпланом предусмотрены преференциальные условия и меры поддержки для крупных инвестиционных проектов, которые снижают сроки их окупаемости. И объем привлекаемых в экономику Иркутской области инвестиций в основной капитал за прошлый год составил 316 миллиардов рублей. Три года назад было 100. В машиностроительной отрасли объем инвестиций вырос в 4 раза, в химической промышленности в 3 раза, в нефтеперерабатывающей пищевой в 2,6 раза. Буквально в начале этой недели я еще одну тему затрону, которая для нас является очень важной, потому что мы самая крупная лесная провинция Российской Федерации. И я направил письмо президенту с указанием на то, что отсутствие экспортных таможенных пошлин при вывозе пиломатериалов с низкой степенью обработки используется недобросовестными компаниями, чтобы не платить таможенные пошлины за вывоз леса. Соответственно, предложил запретить экспорт древесины в виде круглого леса. Теперь, наверное, понятно, почему возникают некоторые вопросы на телевидении. Другая проблема незаконной рубки, когда-то нам казалось, что эта проблема в принципе нерешаемая. Однако это не так. В прошлом году мы сократили этот объем незаконных рубок на 47%. Об этом правительство Российской Федерации с удовольствием докладывает на разных мероприятиях. И кроме этого мы реализовываем пилотный проект по маркировке всей заготавливаемой древесины. Мы ведем учет деятельности лесозаготовителей и лесоэкспортеров в информационной системе контроля, которую мы контролируем, начиная от рубки, заканчивая отгрузкой на железную дорогу и ее переработки. Я должен сказать, что мы одни из самых низких показателей в Российской Федерации по таким так называемым условным доходам, которые ничем не контролируются. В среднем в стране, я вам докладываю, уровень таких доходов, которые ничем не контролируются, считается по статистике 26,5%. Есть регионы, особенно это касается юга Российской Федерации, где такие условные незаконные доходы превышают 53%. У нас за три года снизили до 4,5%. Теперь тоже понятно, почему возникают эти вопросы. Благодаря развитию экономики мы можем наращивать доходную часть. Я и Геннадий Андреевич уже говорил, я готов только подтвердить, что за два года мы увеличили почти на 30% доходную часть бюджета на 32 миллиарда рублей. Сегодня, я повторяю, наши коллеги из других партий с удовольствием их делят. За время работы нашей мы вошли в первую десятку рейтинга регионов России по эффективности деятельности исполнительных органов. В прошлом году Министерство финансов Российской Федерации присвоило Иркутской области первую степень качества управления региональными финансами по оценкам за предыдущий год. Но главное экономическое развитие и достижение финансово-бюджетной политики позволяют нам обеспечить рост благосостояния населения и бороться с бедностью. Наша стратегическая цель – это улучшение уровня и качества жизни населения. Я вот еще один пример приведу. У нас в Иркутской области уже несколько лет действует закон о детях войны. И для вас, может быть, это будет неожиданностью. Вы знаете, кто внес предложение о том, чтобы детям войны к 9 мая выплачивать 2000 рублей? Ни за что не догадаетесь. Единая Россия. Причем, зная, что мы поддержим эту... Я поддерживаю этот проект, и наша фракция готовит. Они на 15 минут опередили, когда шли ко мне, для того, чтобы внести этот законопроект. И он прошел единогласно. Но до этого у нас был закон внесен федерально. И здесь точно такой же. Он, Олефьев, значит, подтвердит. Поэтому есть чем им парировать. В последние годы мы проводим политику, направленную на увеличение доходов населения жителей Иркутской области. Кроме того, что я уже сказал, мы буквально недавно ввели закон о ветеранах труда Иркутской области, которому подвержены почти 70 тысяч человек. Мы им все необходимые льготы выделяем за счет областного бюджета. И плюс еще и то звание, которое они получают, в том числе и работа с советской партийной деятельностью, тоже учитывается. Одно из приоритетных мер, направленных на снижение бедности, это механизм социального контракта. Если кто-то внимательно слушал послание президента три недели назад, то было сказано, что есть поручение правительству такие социальные контракты вводить в действие. Я вам докладываю, что он у нас уже действует. И в феврале, когда он предложил эту меру и поручил правительству, мы недавно подводили итоги. За прошлый год было заключено 918 социальных контрактов, и более 900 мы наметили уже на этот год. Так что учатся, учатся. Еще один момент, который я хотел сказать, ну может быть уже для того, чтобы немножко ситуацию перейти от цифр. Буквально недавно был Сочинский экономический форум, и была так называемая, сегодня это модно, пленарная дискуссия. Рядом со мной сидел крупнейший руководитель одной американской компании, которая занимается производством и продажей лекарств. Они у нас монополисты по некоторым видам заболеваний. И когда я рассказал о Госплане, он захлопал, встал, поклонился и говорит, ну наконец-то Россия преодолела эту болезнь отсутствия планирования. Я его разочаровал, что пока только Иркутская область. Ну и последнее, может быть, с точки зрения, значит, ну разговоров, что ли, с людьми, нашей агитации. Когда мы им говорили, говорим, валовый региональный продукт, значит, какие-то там бюджетные дела, наверное, для людей это очень далеко. Далеко, и они очень слабо могут к себе перейти, к себе любимому, как говорится. Но если говоришь о планировании, я вижу, что у людей достаточно хорошо открываются глаза. Ну, например, меня вот недавно спросили на пресс-конференции в Интерфаксе, а почему Госплан? Ну, для чего вы его придумали? Я в ответ залу задал вопрос. Спрашиваю, есть ли в этом зале, там было, наверное, человек 200 журналистов, значит, есть хоть один человек, который ничего не планирует? Есть ли человек, который не планирует семейные расходы? Есть ли учитель, который не планирует план урока? Есть ли врач, который не планирует какую-то операцию? А почему все планируем, а государство в лице своих органов обходится прогнозами, концепциями, стратегиями, что угодно, только не планирует? Очень просто, отвечать не хотят. Ну, и все-таки, чтобы закончить, я вижу, что ситуация, тенденция у нас в стране идет именно к этому. Потому что избежать вот тех вот и теоретических разработок, которые были у нас в советское время, и нашими теоретиками, и того, что было принято, и то, что мы добивались, уже никак невозможно. Поэтому я думаю, что стратегическая инициатива за нами, и победа будет за нами.